Меня зовут Антон, я отвечаю в почте mail.ru за управление инцидентами. Мы этот процесс ставили с нуля, начинали с тестирования, и сегодня я расскажу о том, что это такое, зачем мы вообще это делали, какие были проблемы, как мы их успешно и безуспешно тоже решали. Начнем с того, что мы начали этим заниматься, исходя из реальной потребности, из реальной проблемы. Поднимите руки те, кто вообще понимает, что такое инциденты, и у кого в компании есть какой-то процесс, осмысленный процесс работы с багрепортами. У всех вообще, шикардос просто. Все, можете уходить. В первую очередь это важно тем, кто работает в больших проектах. Больших, в вашем понимании, большой, маленький. С точки зрения функционала, с точки зрения пользователей. Важно потому, что важно именно в больших проектах. Потому что, например, вы едете на велосипеде, у вас маленький какой-то проект, вы встречаете столб, просто трогаете его рукой, и как бы все окей. Но когда он становится большим, быстрым, огромным, и вы едете на машине и трогаете столб, вам вышибает руку. Поэтому каждый маленький баг может привести к тому, что вас просто завалит техподдержку, завалит тестирование, просто ваши пользователи. То есть он умножается на количество людей, которые пользуются вашим продуктом. Как у нас было раньше? Раньше у нас, как и у всех, были в компании должности. Должности, например, разработчик, тестировщик, дизайнер. Они все занимались своими делами. То есть дизайнер рисовал дизайн, разработчик это все кодил, тестировщик проверял перед выкаткой. Но была такая большая сфера, как багрепорты. И не было какого-то осмысленного процесса, в который они входили, эти багрепорты. Этим занимались кто попало. В том плане, что то тестировщик, то техподдержка что-то пыталась разрулить, то разработчик. В итоге мы пришли к тому, что нам нужно что-то цельное, единое, осмысленное. И мы начали строить вот этот процесс, который был одинаковым для всех компонентов почты, для всех платформ. И этим занимались какие-то одни люди под одними процессами, под каким-то одним присмотром. И чтобы был с кого-то спрос. Мы начали это развивать из мобильных тестировщиков, потому что так случилось, что в те далекие времена у нас было много багов на мобилах. Это был год, наверное, 2015. Тогда еще никто особо не умел мобильную разработку, потому что тогда у большинства людей был Android 2.3. И там все ломалось. Ломалось рандомно, случайно. То есть независимо от тестирования, от качества тестирования, от качества автоматизации, там все падало нахер. И поэтому эти люди, которые тогда занимались обеспечением качества мобильных приложений, они были такие более готовые к репортам, к непонятным. Итак, это я рассказал. Забыл про листной слайд. Ну, сорян. Мы начали с того, что мы вообще осмыслили и привели к каким-то терминам, пришли к каким-то понятным. То есть инцидент – это что-то непонятное, то есть какой-то репорт, который, возможно, баг, возможно, не баг, возможно, серьезный, возможно, не очень серьезный. Мы рассматриваем его как потенциальную серьезную проблему. Когда мы не имеем полной информации о том, что случилось, считаем, что случилось что-то плохое. Дежурный – это человек или команда, которая в текущий момент времени занимается разбором реакции на инциденты. То есть мы решили, что этим не будет заниматься вся команда, все люди, кто пришел сегодня на работу, этим занимается кто-то конкретный. Баг – это то, что вытекает из инцидента после того, как мы его расследовали. То есть может вытекать, может не вытекать. Система управления инцидентами мы используем в Jira как трекер, то есть по аналогии с баг-трекингом мы треккаем инциденты в Jira. Реакции на инцидент – это первичная оценка того, что вообще случилось, то есть является ли это поведение каким-то багом потенциальным, или просто пользователь решил, что это баг, а на самом деле это фича. В общем, вот эта вся оценка идет на самом раннем этапе. Регистрация – это регистрация в трекер, то есть когда мы уже решили на этапе реакции, что это какая-то реальная проблема, мы ее регистрируем в трекер. Оформление – это когда мы, грубо говоря, просто оформляем инцидент о том, что случилось, кто пожаловался, какой у него первичный приоритет и так далее. Расследование – это самая большая часть, то есть все, что было до этого, это так просто. Расследование – это воспроизведение проблемы, локализация проблемы, то есть те действия, которые могут привести к пониманию того, что случилось, баг это или нет. Закрытие – это когда мы собираемся, решаем, что как бы вот все, вот по этой задаче мы все сделали, мы расставили задачи на отрисовку дизайна, если это была серьезная проблема, связанная с дизайном, ставим баги и так далее. В итоге, так как эта команда, которая сейчас занимается инцидентами, вышла из мобильного тестирования, у нас случилось много проблем. Много проблем в понимании и проблем в экспертизе. В том плане, что приходят инциденты, то есть с какого-то момента, мы начали ими заниматься, они начинают приходить на все компоненты почты, в нашем конкретном случае, и что-то с ними нужно делать. Делать что-то адекватное, то есть когда, например, о тебе говорят, что у тебя там скакнул какой-то график или нажимается кнопка, нужно понимать, что вообще делать дальше. Начали мы этот процесс с постепенной поднятия экспертизы, то есть разговаривали с разработчиками, изучали таски, изучали логирование, вот это все. Но здесь речь не об этом, в этом докладе, речь о процессах. И про процессы. Как мы вообще все это начинали? У нас был чатик с техподдержкой, чатик Васьки, потому что мы пользуемся Васьки, в отличие от Вовы, который пиарит Телеграм. Был чатик Васьки с техподдержкой, там было тестирование, ребята, которые сейчас занимаются инцидентами. И, собственно, вот. Ребятам из техподдержки приходили репорты от пользователей, они скидывали их нам по пунктам в этот чатик. И мы по этим пунктам им отвечали. То есть не было какого-то процесса, не было вообще ничего, просто это было так неформально. Иногда забывали, иногда что-то терялось. Ну и, соответственно, из этого мы решили делать какой-то флоу. На тот момент уже был разработан флоу с жирой, мы на него переехали. Это связка с CRM, мы используем как CRM от RS. Она работает так, что сотрудник поддержки может из любого тикета, нажав просто одну кнопку, проставить нам задачу в джиру. Это было удобно именно в связке с джирой, потому что все планирование в тестировании, в разработке, все задачи идут именно в джире. А в CRM у нас только общение с юзерами, и поэтому доступов туда, как правило, они ограничены, неудобные, потому что в плане планирования там ничего нельзя сделать, никакие борды нельзя строить и так далее. Поэтому была сделана связка с джирой. ТРС идет в API джиры, у джиры есть REST API, связывает этот тикет с таском. Соответственно, когда тестировщик этот таск обрабатывает, он пишет комментарий или какую-то резолюцию, и в этом случае ТРС забирает себе из джиры эту информацию, прокидывает ее в тикет, меняет статус и так далее. Но это воркфлоу был очень топорным. То есть там было можно буквально взять в работу что-то, ответить кому-то и все. В плане коммуникации это нам подходило. Но в плане диагностики каких-то реально сложных проблем, которые нужно было разбирать, например, несколько часов или несколько дней, если они не особо критичные, но сложные, мы столкнулись с проблемами непонимания того, что происходит. То есть у нас в команде работает несколько человек, какую-то часть задач мы делегируем на разработку, на кого-то еще, и все это было просто в каше. В итоге мы перешли на новый воркфлоу. Он здесь нарисован. Это один из типов задач, которые у нас есть в системе управления инцидентами. Он разный в зависимости от типов задач. Итого, мы разбили всю работу, которую можно сделать с инцидентом, на микрозадачи. Их мы вынесли в статусы. То есть, например, воспроизведение, локализацию проблемы, отправку репорта пользователю, отправку репорта в какой-то сторонний сервис. Мы все это разбили на статусы. Раньше все это было просто в статусе в работе. Это было никому непонятно. И вот. Итого, мы пришли к тому, что эти задачи по этим статусам можно делить между разными сотрудниками, между разными командами даже. То есть, например, техподдержка идет в Jira, смотрит фильтр задач, которые висят в статусе кому-то написать. И, собственно, пишет. Разработчики видят свои задачи, которые висят на локализации разработчикам. И так далее. При этом, даже внутри команды, которая занимается инцидентами, они тоже разбиты. То есть, например, греплогов и воспроизведения, они тоже разбиты. И один сотрудник может, например, заниматься локализацией проблем по логам, другой может в это время этот же таск или какой-то другой таск воспроизводить. То есть, он может прийти на работу, сказать, вот я сегодня хочу воспроизводить, обмазаться тестовыми девайсами и начать. Во-вторых, мы отказались от регламентов. В первой версии их было очень много. Ну, когда мы начинали. Вот. С этим была сложность. Сложность в том плане, что люди к регламентам относятся не очень хорошо, психологически. Потому что их нужно читать, их нужно помнить. Ну, и как бы чувствуешь какие-то рамки, в которые тебя загоняет какая-то документация, что нужно исследовать. В итоге мы просили ребят из внутренней разработки нам все это заавтоматизировать в джире. Итого мы вынесли кучу кнопок. Куча кнопок в тасках. Это тоже здесь один из примеров такого таска. Эти кнопки меняются в зависимости от того, в каком статусе находится задача. То есть они ситуативные. То есть не следуя никаким регламентам, ничего не помним, можно просто вести задачу по какому-то флоу. Гиммификация. Для того, чтобы было как-то поинтереснее работать, потому что работать с задачами, которые, если их мало и они понятны, их щелкаешь и получаешь какой-то психологический успех, чувствуешь, что ты что-то делаешь. Поэтому в каждом таске у нас выделены все основные действия, которые нужно сделать с таском. Все позитивные, я имею в виду. То есть те, которые могут привести к реальному результату. Они все вынесены в табличку. Сразу при заходе видно, кто что сделал. То есть видно прогресс визуально и то, что осталось сделать. Плюс по этой табличке можно считать статистику. То есть если вам нужно, можете найти, например, человека, который любит воспроизводить, или человека, который любит смотреть логи, и из этого делать какие-то выводы. Ну или не делать, если не нужно. СЛА мы тоже покрыли красивой графикой с ребятами из разработки внутренней. Суть в том, что у нас раньше был просто таймер СЛА, такой большой красный один на таск. Его разбили. И в зависимости от статуса у нас разные СЛА, то есть разное время, допустимое, например, на греб-логов, разное время на какую-то локализацию проблемы, на отправку. Они все выносятся в таск. То есть видна история успехов, видна история провалов по ней. Потом тоже можно собирать статистику, если она нужна, делать какие-то выводы. Сбор данных. Когда какой-то процесс становится большим и популярным, то к нему приходят заказчики за какими-то данными. То есть это касается, в принципе, любого процесса. Кому-то нужна какая-то агрегированная статистика. Это могут быть менеджеры, которым интересно знать, что у нас как работает. Тестировщики хотят знать о том, что там сломалось, о том, что пропустили и так далее. Как это было на первых этапах? На первых этапах мы заполняли вообще все поля. Мы просили репортера, который нам о чем-то жалуется, сидеть и заполнять вот это все в джире. Просто на этапе постановки таска. Потом от этого отказались, потому что в проект могут ставить все, кто хочет, и они не всегда знают, не всегда с этим справляются, ну, с этими полями. Мы их вынесли на второй этап оформления таска. Затем мы перешли к более интересной логике. Мы вынесли требование заполнять какие-то данные только тогда, когда мы точно знаем, что у сотрудника они есть. Например, когда сотрудник воспроизвел проблему или не воспроизвел, но пытался воспроизвести, мы у него можем спросить, например, какая версия операционной системы была у репортера, какая, не знаю, у него была платформа и так далее. Если, например, сотрудник пишет в какой-то сервис или пользователю, мы после этого у него спрашиваем, например, ссылку на тикет. То есть все действия можно разнести как-то более логично, так, чтобы это было удобно. При этом это перестало всех напрягать. Стало дружелюбненько так. Про автоматизацию. Ну, автоматизируем мы вообще все, что можно, ну, стараемся. Все, что нельзя, тоже стараемся. Так, таски из поддержки – это то, про что я рассказывал до этого, про интеграцию CRM и Jira. Репорты от сотрудников мы выносим отдельно. Они приходят прямо мне на почту для быстрой реакции. Это сделано для того, чтобы можно было как можно скорее поймать какую-то проблему. Потому что сотрудник отличается от внешнего пользователя тем, что с ним есть быстрая коммуникация. То есть можно ему позвонить, можно написать ему мессенджер, можно сходить к нему ногами. То есть мы реально сокращаем время на коммуникацию, сокращаем время на получение данных. И можем за время, пока пользователь нам бы ответил, мы уже можем все пофиксить. Также для быстрой реакции мы используем ботов. У нас их много. В том числе бот для постановки тасков. То есть когда в какой-то чат или в личку приходит какое-то сообщение, мы можем его потегать, и он поставит таску автоматически в Jira. Это сделано в Аське, потому что мы пользуемся Аськой. У Аськи есть бот API. Оно ходит в бот API и ходит в API Jira. Хьюстон – это наша первая версия бота с алертингами, который полит Jira тоже по API и сообщает в отдельный канал о том, что появился какой-то новый таск. Это была первая версия. Она очень мусорная, непонятная. Здесь видно на скриншоте, что если таск поставлен был от бота или как-то автоматически еще, то у него в заголовке ничего нет, потому что неизвестно, что в него ставить. И после этого мы сделали нормальных ботов. Мы по каждой платформе и по каждому проекту продуктовому сделали ботов, которые ходят в Jira, смотрят на статусы задач и прокидывают в этот канал. То есть когда какой-то бак, например, меняет статус, не знаю, с в Нью в работе, он об этом сообщает. То есть он сообщает обо всех вообще движениях, по этих проектах. Это удобно для техподдержки, потому что мы на эти каналы их подписали, и они сразу автоматически информируются о том, что происходит. Удобно для разработчиков, лицетировщиков приходит новая задача, они сразу прокидываются туда с заголовком совсем. Это нам делала команда автоматизации внутренней. При этом удобно искать. То есть можно просто поиском по мессенджеру, ну в смысле по этому каналу, найти все задачи, которые были, например, сегодня переведены в тестирование, или, например, созданы сегодня, или закрыты сегодня. То есть не имея доступа в карповую сеть, можно прямо в Макдональдсе, не знаю, найти все, что там случилось сегодня. Jira-ботов у нас тоже много, они написаны скриптами кастомными. Мы используем их для автоприоритизации. Есть бот, который, ну скрипт, назовем его скриптом, он не особо разговорчивый, потому что, вот. Когда к нам приходит какая-то задача, мы оцениваем ее по нескольким факторам, например, сложность воспроизведения, то есть сколько действий нужно сделать человеку, чтобы поймать эту проблему. Оцениваем, например, импакт от нее, то есть то, что именно случилось, например, крэш какой-то, или просто иконочка поехала. Автоматически Jira считает по вот этим полям их веса, они заранее проставлены, считают по ним приоритет. То есть в интерфейсе выглядит просто как выбор полей, что случилось, а дальше оно работает само. Автозакрытие мы закрываем сразу все инциденты автоматом, по которым было сделано все таски, если эта задача была локализована в какие-то продуктовые задачи, то есть в баги, например, когда они все закрываются, мы автоматом закрываем таск. Бот для автопинга, это бот-насильник, мы его так называем ботом-насильником, он автоматом проходит по всем таскам, которые не были обновлены в течение двух дней, пишет в них комментарии о том, что, ребята, что-то у вас там случилось нехорошее в Jira. Это все приходит всем подписчикам, то есть все автоматически мотивируются. Автозначение исполнителей тоже полностью автоматизировано, мы введем в Jira календари дежурств, там прописывается дежурный сотрудник из всех команд, то есть там дежурные разработчики, дежурные тестировщики и так далее. При постановке задачи Jira идет в этот календарь, в зависимости от платформы, в зависимости от должности, ставит туда своего дежурного. То есть когда мы переводим инцидент, например, на локализацию разработчикам, она идет в календарь разработчиков и автоматически ставит ему assign. Для того, чтобы за этим всем следить, мы используем Kanban. То есть у нас есть отдельный рабочий борт, который стандартный, джировский, но именно для того, чтобы в этом всем ориентироваться, мы используем Kanban, потому что он более гибкий, более кастомизируемый. То есть мы вынесли все основные действия и все статусы, в общем все, что можно, все параметры задачи мы вынесли в кнопки. Можно нажать, например, на проект почта, выбрать, например, iOS и, например, баги с написанием и отправкой. Оно покажет все, что совпадают с этими кнопочками. Вот эти кнопки у нас работают автоматически. Они считают, в каком месте случилась проблема, например, на авторизации или на отправке письма. Это сделано тоже через фильтры JQL. То есть это не ручная постановка компонентов, когда сотруднику нужно ставить самому. Оно просто читает описание, читает заголовок и просто по ключевым словам. То есть работа тоже автоматически. И кнопочка только важная. Мы вынесли туда все, что мы считаем важным. То есть это, например, репорт от SMM, какие-то критические проблемы. То есть можно просто прийти на работу, нажать на нее, и она покажет тебе все, что прям серьезное случилось. Про диагностику. Мы стараемся собирать сразу при отправке репортов, техподдержку, все, что можно. То есть все, вокруг чего работает приложение, оно это понимает, нам сразу автоматически шлет. Поднимите руки те, кто знает, что такое логи. А кто работает с ними? Меньшее количество. Ладно. Ну, для тех, кто не знает, логи — это такая текстовая история того, что делало приложение. То есть, например, на какую-то кнопку можно прошить дополнительную команду, типа напиши в лог о том, что меня нажали. Мы их очень активно используем для оффлайн-диагностики. То есть, когда проблема уже случилась, мы берем слепок вот этих логов, его диагностируем. Плюс фоновые сброс статистики приложение отправляет на сервер некоторые свои события, которые в нем случились. По ним можно строить графики, можно строить алертинги по ним. Для удаленной диагностики мы довольно часто используем особую кнопочку для отправки логов. Мы выяснили, что так как логи долго ротируются, и пользователи, и даже бывает, сотрудники отвечают медленно, не сразу логи успеют стухнуть, потому что у них ограниченный размер, а мы пишем много логов, они стухают быстро. Мы сделали отдельный пуш, который позволяет вывести на экран телефона, например, кнопочку «Отправь мне логи» с кнопкой «Да». Он нажимает «Да», и ему уходят логи. Мы можем отдельно, независимо от желания пользователя, узнавать о том, какое у него окружение. То есть приложение отправляет в отдельную базу то, на чем запущено на всех запросах. И можем удаленно подключаться к пользователям, естественно, с их согласия. Мы используем бумгара, зовем его бомжарой, потому что он так пишется красиво. Он работает по аналогии с TeamViewer, то есть можно отправить пользователю экзешник, и уникальный ключик, он к нему подключится, и у разработчика, или у того, кто там занимается диагностикой, будет доступ к его тачке. То есть он сможет двигать прям курсор и так далее. То есть собирать какие-то данные, которые сам пользователь бы собрать, скорее всего, не смог, или сделал бы это очень долго. Там какие-то данные из консоли, например, и вот это вот все. Воспроизведение. Мы используем тут все, что можно. Вот прямо вот совсем все, что можно использовать для того, чтобы сломать, мы все юзаем. То есть чарльз юзаем для диагностики сил и проблем, для воспроизведения. Постман шлем запросы на бэкэнд. И DevTools используем для диагностики проблем с вебом. Про это будут потом отдельные доклады вот уже на вот этом этапе. Так что я не буду на этом долго останавливаться. Сообщество. Мы решили, что у нас, так как у нас в компании много работает сотрудников, довольно очень много, у них у всех есть телефоны, и они могут нам подойти, как наш тестовый телефон. Вот. То есть мы, у нас есть в интернете раздел с идеями и с багами. Открытый для всех раздел, общий для всех проектов. Оттуда мы тоже собираем баги и так далее. Вот. Мы сделали чат, то есть мы объединили всех людей, которые хотят сидеть на бетках, то есть получать релизы чуть раньше, объединили их в один чат. Они там сидят, разговаривают друг с другом, репортят баги, мы их оттуда собираем. И особая группа, альфа-тестеры, это такие прям отбитые альфачи, они сидят на альфа-сборках, на сырых, ну, относительно, ну, условно сырых. И мы им за это платим. То есть мы платим за новые баги, которые они там смогли найти. Это тоже автоматизировано в жире, то есть мы при оформлении какого-то репорта от них ставим галочку, была ли там поставлена новая таска или нет. Платим мы им за это внутренней валютой, но на нее можно купить всякие ништяки физически, не виртуальные. Вот. Про это я тоже не буду особо говорить, потому что у Вова будет про это доклад про баг-баунти. Ну, наверное... А, в планах у нас еще есть, это сейчас на этапе разработки, мы сделаем систему, которая будет учитывать количество жалоб на какой-то баг. Как я заметил, и в нашей компании, и в других компаниях на это особо не смотрят. То есть приходит какой-то баг, на него сыпятся репорты, но эта статистика слабо агрегируется или никак не агрегируется. Вот. Мы сделаем так, чтобы техподдержка смогла в тикет на известный баг проставить туда эту ссылку на этот баг. ОТРС-ка пойдет в жиру и будет там крутить чиселку. По этим багам, по этим чиселкам мы сможем делать какую-то сортировку. То есть, знаете, реально, на что жалуются пользователи. Я имею в виду агрегировано. Вот. Наверное, все. Вопросы? Да, давайте вопросы. Напоминаю, есть подушечки. Если вы записали в чат, то у вас есть новые вопросы, потому что я сам не отриваю. Здравствуйте. Там было что-то про лифт и поезда, о чем умолчали и обещали рассказать. Это такая шуточка. Но на самом деле в лифте воспроизводится реально... Еще кастрюли с мекволновками забыл. Так точно. Вот. Ну, как бы шутка, но полушутка там на самом деле воспроизводится реально большое количество проблем, которые мы не могли бы отловить на, допустим, Чарльзе. То есть мы можем выставить там троттлинг, он будет относительно стабильный, то есть там будет реально стабильно троттлинг какие-то запросы. А лифт – это такая штука, которая то троттлинг, то нет. И на этом мы ловим интересные рейс-кондишнеры всякие. Вот. Поэтому иногда юзается... Ну, в общем, это шутка. Да, но ограниченное, оно нестабильное, то есть в зависимости от того, на какой этаж мы приезжаем, у нас может то появиться сеть, то обрубиться. Первоначальным занесением багов техподдержка занимается? Она только вот с сбором данных и занесением в джиро у вас занимается техподдержка? В плане инцидентов, да. Ну, то есть первичным занимается в основном техподдержка. То есть в основном они приходят от... Ну, то, что от пользователя не изнутри в компании, а от пользователя. Да, 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 от техподдержки. Ну, то есть как бы это первые линии, которые разговаривают с людьми. По типу колл-центра просто у вас работает. Ну, собрали данные и занесли в джиро. Поддержка. Нет, они диагностируют все, что могут. Они помогают тем, кто... Ну, тем, у кого не баг, но нужна какая-то помощь. Вот. То есть, ну, как бы их основная задача заключается не в оформлении, если речь про это. Не очень понятно, а чем они вообще занимаются-то у вас? Поддержкой. Я могу рассказать, техподдержка занимается техподдержкой, но иногда они видят, что это похоже, что проблема не в том, что пользователь что-то недопонял или задает какой-то вопрос. Да, но в основном они, естественно, поддерживают пользователей. Да, и в большинстве случаев до нас ничего не доходит. Но иногда они видят, что проблема действительно может быть на нашей стороне, или там бывают не только... Ну, там был хороший такой слайд вот с ботом, и там было видно, что происходило. То есть, инциденты — это совсем не обязательно программные ошибки. Это могут быть проблемы, связанные с тем, что у нас там... Вот там... Покажи, где вот там про блокировку в Саудовской Аравии, вот что-нибудь такое. Ну, техподдержки ограниченные возможности, да. То есть, если она видит, что один из наших внутренних сервисов, который нужен для работы приложения, работает, ну, отвалился в Саудовской Аравии, она мало что может с этим сделать. Поэтому, конечно, с этим дальше нужно разбираться. Антон, привет. Расскажи, пожалуйста, как часто вы правите баги из инцидентов прямо на бою, не дожидаясь релиза? Допустим, на почте. Ну, ежедневно. Ну, как бы случаются реально какие-то факапы, ребята их правят. Оформляется или постфактум уже, когда уже все починено, или сразу, то есть, одни ребята оформляют, другие. То есть, смотрите, у нас вот этот бот, который в чатиках, то есть, с помощью него может поставить таску любой. То есть, что случилось, любой человек может его тегнуть, он поставит таску. То есть, независимо от того, кто чинит, независимо от того, когда починили, это можно поставить быстренько, и потом оно все оформлено в любом случае. Когда оформляется потом какой-то релиз, правильно? Если мы говорим про инциденты, в смысле, оформление инцидентов, то это вот это вот. Оно оформляется любым. Если оформляется именно проблема на живом, то в зависимости от того, что случилось... Антон, вопрос про релиз приложенки. Приложенки или веб, например? Я бы вопрос именно про релиз, можно изменить код на бою сегодня и потом работать с релизом? Нет. Если коротко. Смотрите, у нас большинство фич в мобилах, оно включается и включается по конфигам. То есть заранее они все едут выключенными, то есть они включаются удаленно. То есть приложение, раз там в какие-то интервалы, ходит за конфигом и берет список фич, которые должны быть в нем включены и включает их. То есть когда что-то случается реально серьезно с какой-то новой фичей, это просто можно откатить с боя. Ну, естественно, по таску, да, мы ставим таску сразу или постфактум, в любом случае. То есть таски, да, ставятся. Ну, откатить прямо с живого нельзя, потому что мы это все заливаем в сторы, то есть в App Store, в Google Play, соответственно, там нет такой фичи, как откат. Там можно выкатить только новый бинарный, а уже с фиксом. То есть он чинится, потом отправляется в стор. Ну, просто еще на всякий случай, Антон у нас здесь никуда не денется, и его можно будет зажать где-нибудь в углу и еще поспрашивать, потому что, ну, видно, что тема интересная, она реально интересная. Привет. Два вопроса. Как вы планируете время разработчиков, те, кто дежурством? То есть, ну, есть же текущие задачи, есть дежурства, которые могут отнимать время. И второй момент. Как у вас осуществляется преемственность? То есть один инцидент может исследоваться несколько дней, вот. Ну, соответственно, человек меняется, да, дежурный, и поэтому как знания передаются? Спасибо. Насчет того, как они выбираются, то есть у нас есть несколько команд разработки, они внутри себя выбирают дежурного человека сами. То есть, например, сегодня дежурит команда, там, какая-то одна команда, она сама внутри себя выбирает, кто из них конкретный человек будет сегодня дежурить. Вот. Что там еще было в первом вопросе? Время. Как вы время? Время. Время, это все проходит внеплана. Вот, то есть считается, что проблема на живом, она важнее, чем то, что можно делать, ну, в каком-то плане. Ну, просто уточню, но при этом у нас дежурством занимается одна команда, то есть остальные при этом занимаются разработкой, но у одной команды в приоритете именно всегда будут таски, которые связаны с проблемами. Да, то есть человек, который в это время занимается прямо именно инцидентами. То есть он занимается и своими делами, но когда приходит что-то в инциденты, он занимается ими. То есть это заранее обговорено, он приходит на работу условно, знает, что он сегодня дежурный. Не, не, я понимаю, речь сейчас о другом. Вот он приходит на работу, у него инциденты могут занять 5 минут в конкретный рабочий день, а могут занять 9 часов, да, условно. И, соответственно, у него, он может выполнить какую-то задачу, да, а может и не уложить. Я понял, вопрос нет. У нас, как правило, не бывает таких инцидентов, которые занимают прямо 9 часов. То есть, как правило, там либо есть какая-то информация, либо ее нет. То есть, оно либо решается, либо решается, что решать дальше, и дальше оно прорабатывается. То есть, такого, чтобы прямо сидеть, заниматься этим, такого не было. То есть, это не фикс какой-то прям такой, чтобы прямо сидеть и заниматься. Спасибо. У нас, к сожалению, только два микрофона. Привет. Как часто по результатам багов у вас приходится применять какие-то, ну, серьезные архитектурные изменения, или же в один релиз не умещается правка. И что вы делаете в данном случае? Ух, я такой статистики, наверное, не вспомню. Ну, то есть, все баги легкие достаточно, их быстро пофиксить. Да, как правило, да. Если баг какой-то тяжелый, скорее всего, он не особо критичный. То есть, тут такая корреляция, то, что сильно заметно, оно, как правило, чинится легче. Ну, просто на глаз. То есть, мы такого, наверное, пока не трекаем. Окей, еще один вопрос. Насколько часто дежурным приходится привлекать другие команды, и как это влияет на время обработки бага вообще? Как вы с этим работаете? Считаете ли это, что дежурным пришлось? Ну, сам не решил. Другие команды, наверное, имеешь в виду, допустим, сервер. Ну, вот у вас, вы говорили, есть дежурные там тестирования, от разработки и так далее. Как часто компетенции не хватает? Как вы за этим следите? Что вообще происходит в данном случае? Они переводятся ассайном в джире. То есть, вы отслеживаете это, что вот тут ассайн поменялся на одной задачке именно, на микрозадачке, как вы говорили. Да, это отслеживается. Но, как правило, это, в принципе, не занимает время. То есть, того, кто отдал задачу, он ей больше не занимается. Поэтому он отдал, и как бы все окей. То есть, мы не считаем проблему то, что кто-то там что-то кому-то отдает, если он правильно это делает. Да, Антон, я сейчас зачитаю один вопрос из чата. Коллеги сказали, что он интересный. Вопрос про тикеты. Как вы боретесь с тем, чтобы не было дубликатов тикетов, как реализована система поиска тикетов, и есть ли какие-то стандартизированные правила оформления их? С дубликатами мы не боремся. Специально мы храним все даже дубликаты. То есть, мы их связываем с исходным каким-то багом на эту проблему, но все равно храним. У нас есть галочка, были ли поставлены новые таски. То есть, инцидент, который самый первый про эту проблему, который привел именно к какому-то профиту для продукта, он отмечается этой галочкой, мы ее ставим, и по ней можно тоже трекать. А второе, что было? И про реализованную систему поиска тикетов? Про поиск тикетов. Про поиск, поиск джировский, jql стандартный, так как мы храним это все в джире, мы используем просто jql и борт, который я показывал, большой такой борт, там, где можно просто визуально их все вывести и кнопочками найти. И немножко вот пару слов про какие-то правила оформления, ну, какие-то стандарты правила оформления тикетов. Про правила у нас все вынесено в поля в джире, то есть все, что можно заполнить. А, супер, давай, давай. Отлично. Я просто хотел узнать, да, если это все экзале. То есть все, что заполнить можно, все, что нам нужно, мы выносим в отдельные поля. Их реально много. То есть мы стараемся не пихать все в одно поле описаний, например, или в одно поле темы. То есть все, с чем потом нам нужно будет работать или в плане поиска, или в плане статистики, все выносим. Их реально много. Про это был слайд отдельный, где мы заполняем их пошагово. Я еще уточню такой момент, наверное. Просто, допустим, с точки зрения кросс-поиска, допустим, кто-то таймлайн может написать по-русски, кто-то может написать по-английски. То есть вот в этом случае, чтобы какой-то путаницы не было, именно какие-то, может быть, общие стандарты, там, не знаю, оформление заголовков или оформление тегов, или чего-то вот подобного. Понял. Нет, нет, такого у нас нет. Я имею в виду в плане слов, конечно, нет. То есть все поля, которые можно реально, а там реально нужные поля, то есть, например, что, допустим, привело к этой проблеме, например, или там компоненты какие-то, они все выносятся стандартно. А все, что текстовые, стараемся особо людей этим не насиловать. Но на обучении я говорю, что у нас такая ситуация бывает. То есть когда они проходят обучение, когда приходит новый сотрудник, он обучается тому, чтобы искать слова. То есть он обучается тому, чтобы реально буквально быть готовым к тому, что нужно будет искать их по звездочке. То есть ты пишешь в калучиках какое-то слово, допустим, авторизм, пишешь звездочку туда и так далее. То есть это мы решаем в самом начале. А в конце, когда он уже работает, он пишет как хочет. Понятно, спасибо. И у нас еще есть время на пару вопросов. Да, как раз вот три вопроса зададим. Я опять вернусь к дубликатам. То есть, как я понимаю, у вас автоматизировано создается вот эти вот все тикеты. И есть такая вероятность, что очень много могут сыпаться одинаковых обшибок. А потом вы, например, вручную все это делаете и линкуете к какой-то одному эпику, как я понимаю. А как вы боретесь с тем, что у вас есть дежурство, например, и, соответственно, разные люди этим называются. То есть новый человек приходит, увидел какой-то баг. Как он понимает, что это может быть дубликат, например, не находясь в контексте. Потому что, когда ты занимаешься постоянно этим, ты знаешь, что примерно какие у тебя косяки, какие у тебя ошибки, и тебе легко будет. А вот новый дежурный, когда приходит, как вы понимаете, что вот это, тикет действительно является каким-то дубликатом? Вопрос понял. В основном занимается оформлением и регистрацией одна конкретная команда всегда. То есть это вот. Ищутся дубликаты... Серьезные контексты находят. Да, да. Вот. Дубликаты в принципе не ищутся. Я имею в виду так, что если мы разделяем тикеты и инциденты, тикеты от техподдержки, когда пишут люди, там, конечно, много дубликатов. Они все связываются в один инцидент. А инцидентов там на самом деле не так много. То есть их может быть, например, 15 в день. И эту проблему мы решаем ботами. То есть у нас вот эти боты, которые сообщают о том, что случилось, о том, что куда двигается. Просто люди их читают и знают, что как. И файл-клоп, у нас не создало одинаково с этим? Нет, на самом деле их там не так много. То есть техподдержка, когда приходит какой-то репорт от юзера на какую-то известную проблему, они на нее не ставят инцидент. То есть они уже знают заранее, что... Вот. Это мы автоматизируем тем, что я рассказывал в самом конце, когда мы ведем учет количества жалоб. То есть они будут, не создавая ничего, просто связывать с уже известным багом каким-то, уже оформленным, я имею в виду, багом, уже приоритизированным, и по нему будет читаться статистика. Вот. А инцидент ставим только на то, что неизвестно. То есть на какие-то подземные стуки, когда их нужно диагностировать. да, и еще один вопрос. Спасибо за доклад. Вопрос по джироботам. Вот вы говорите, что это скрипты. Вопрос, на чем они пишутся и кем, первый. И второй, какой еще крупный, так скажем, блок задачи они решают, кроме классификации входящих инцидентов по весам. О чем вы сказали? Они пишутся на питоне. Это те боты, которые работают в чатах. У них несколько отцов. У них, то есть, несколько разных ботов. Несколько отцов. Я просто прихожу к ребятам, например, из автотестов или кому-то еще. Говорю, чувак, мне нужны боты, давай, сделаем что-то. Ну вот, они делают. То есть, это сделано не на процессе, когда мы что-то прям реально ставим задачу, на какой-то заказ. Это сделается просто неформально. Спасибо за доклад. Вопрос про автоприоритизацию. Можно поподробнее от каких полей зависит, собственно, приоритет? Я так понимаю, что приоритет не выставляется кем-то ручную, мануально. И от количества одинаковых дубликатов, собственно, зависит ли приоритет или нет? И от количества инцидентов по той же самой баге? От количества пока не зависит. Это то, что мы сделаем с трекингом жалоб, когда мы будем считать статистику по ним. Оно будет влиять на приоритет. Сейчас на него влияет только сложность, то есть потенциально сколько нужно сделать кликов, сколько юзер, сколько репортер сделал кликов, чтобы поймать проблему. То есть показывает, на каком уровне находится. Оцениваем импакт, то есть что именно случилось, и оцениваем компонент, в котором случилось. из этих трех полей, то есть там есть три поля, у них несколько пунктов можно выбрать. У каждого пункта стоит свой вес, то есть вес по важности. Например, если проблема случилась в каком-то смежном сервисе, и она, допустим, блокирует не авторизацию, а, например, отправку картинок, и она ее не блокирует, а ухудшает, то есть вот эти все три опросника, они все примножаются между собой веса и получаются отдельные одна циферка в джирополе, и по ней мы их сосуруем. Я можно добавлю еще к ответу? Там просто про боты, я думаю, тоже вы друг друга немножко недопоняли, я думаю, что там речь в основном про джировские боты была, а это у нас есть, естественно, команда внутренней разработки, которая это делает. И про отслеживание количества жалоб, да, мы не отслеживаем дубликаты, но у нас любая фича, которая включена и которая вызывает жалобы, то есть любой компонент, он обложен счетчиками. Мы можем знать количество пользователей, которые страдают от этой проблемы, и вот эта оценка, она, естественно, учитывается в приоритизации. То есть мы следим не по жалобам пользователей, а следим по метрикам того, как эта фича используется. Вот, Антон, начинай присматривать. Вот, ну давайте еще один вопрос, если у кого-то есть, все, последний, вот прям последний. Пардон, прошу прощения, просто здесь был вопрос, который супер хотели задать, я обещал, что его зададим, он очень быстрый. Правильно ли мы понимаем, что специалист по работе с инцидентами должен обладать намного больше технической экспертизой, чем инженер по качеству? Ну, у нас так сложилось, что он и есть инженер по качеству, то есть его вклад в обеспечение качества, то есть на это можно посмотреть с обеих сторон, то есть один занимается дорелизом, другой занимается послерелизом. Вот, насчет скиллов, не знаю, сами решите. Да, друзья, я понимаю, что вопросов может быть много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...